Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И мы вместе с вами продолжаем рассматривать Евангелие от Луки. Сегодня читаем 11 главу. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Вот здесь сейчас пойдет речь о молитве Господней, Отче наш. Но начинается с чего? С того, что Спаситель пребывал в своем особом молении. Это видели апостолы, и они просят научить их тоже молиться. Вот Спаситель, Он постоянно, как человек, Его человеческое естество, оно было немыслимо, без взаимосвязи с Божеством. Собственно, воплощение Господь уже воспринял человечество наше, поэтому это все неразрывно. Но Он и дает нам пример, что нужно постоянно обращаться в молитве к Небесному Отцу. И вот один из апостолов, он вспоминает, что Иоанн Креститель своих учеников учил молиться. И тут вот такая вот ревность появляется у этого апостола. Он говорит, вот ты нас тоже научи молиться. И Спаситель, да, отвечает, и он дает вот эту вот молитву удивительную. Он сказал, когда молитесь, говорите. И вот Спаситель произносит эту молитву, ставшую своего рода образцом для всех остальных молитв. Как бы некое такое духовное правило, от которого уже распространяются все остальные и выстраиваются все остальные молитвы. Поэтому каждый день мы, конечно, должны молиться. Вот я вспоминаю, как преподобный Макарий Каневский, такой вот святой, 17 века, он как-то к нему, одна женщина привела своего сына непослушного. Женщина была, она благочестивая, а он, сын ее, нечестивый, жил как попало. И вот она просит, чтобы преподобный Макарий, он как-то наставил сына. И святой Макарий, он как сказал, что, ты знаешь, вот ты просто выучи одну молитву, и все, больше ничего не надо. Это вот молитва отче наш. Потому что эта молитва, вот там была какая у нее мысль, что она научит всему. Если человек ее произносит с душой и вникает именно в молитву Господню, то эта молитва всему научит. И исполнению заповеди Божией, то есть исполнению воли Божией, тому, чтобы уберегаться от греха. Вообще вот святыни, действительно, когда вот этот юноша, он выучил молитву и стал ее произносить, то в нем произошли решительные перемены. Ну, мы можем сказать, ну как это так? Ведь все вроде бы ее знают. На самом деле знают все, да произносят не все. И вот тоже один наш современник, не буду называть имя, он рассказывал, как, будучи молодым человеком, он много курил, и как-то вот он приходит к священнику и говорит, вот не знаю, как бросить курить. А тот ему отвечает, вот ты, когда тебе захочется закурить сигарету, ты прочитай молитву отче наш тут же. Ну, а этот молодой человек, он по-своему понял, и, в общем, когда зажигал спичку, чиркал коробок, то вот он пока подносил еще эту спичку к папиросе, он успевал прочитывать молитву отче наш. И получалось так, что он читает молитву Господню всякий раз, когда как раз закуривает сигарету. И вроде бы это не действует, то есть зачем тогда и молитва. А потом вдруг в один момент он, вдруг у него что-то вот как перемкнуло в голове. Ведь я же произношу святые слова, да, и это ведь молитва к самому Господу, а что я при этом делаю? То есть я занимаюсь каким-то непотребным действом, вот это вот курение, то, что портит мне здоровье и душе вредит. И тут же вот он смял эту коробку, выбросил, и вот эта вот молитва вроде бы поначалу казалась, что это неэффективно. Он успевал прочитывать, пока горела спичка, но в один момент она принесла ему пользу, и он выбросил эти сигареты. Он перестал курить, и даже более того, он воцерковился, а потом он стал вообще священником. То есть вот такой интересный момент из жизни вот уже нашего нынешнего общества. Итак, Спаситель дает эту молитву. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое». Мы читаем, конечно, все на дальнем переводе. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот прежде всего обращение идет к кому? А к Богу, который на небесах. «Отче наш, и же и си на небесе». Да, конечно, наш Господь на небесе и на земле, да, вся Элика в восхоте сотвори. Но когда мы называем Его Отцом Небесным, то тем самым и наш ум отвлекается от земного в греховном смысле мира и устремляется к небесам. То есть к высшему божественному царству, как царство добра, царство чистоты, нетленного, вечного, блаженного света. И поэтому вот такое дано нам обращение, чтобы мы обращались к Богу, как прежде всего Богу небесному. Вот интересно еще просто, конечно, немножко так отвлекусь, что у многих языческих народов, которые сейчас до сих пор сохраняются, и они не имеют письменности, но у них много устных преданий. И как оказалось, что вот эти вот языческие народы, они живут, одни там где-нибудь в Центральной Африке, другие в Южной Америке, какие-нибудь индейские племена, а там третьи какие-нибудь эскимосы даже, там нанайцы или те, которые живут возле озера Байкал, еще много языческих народностей, не имеющих письменности. Вот у них есть тайные предания. Оказывается, что в глубинах этих тайных преданий сохраняется представление о едином Боге, высшем надмирном Боге. И всегда этот Господь, Бог, Он именно Бог небесный. Вот в чем дело. Он именно Бог небесный. Но просто язычники в какой-то момент посчитали, что лучше вот обращаться не к Богу, который на небесах, а к Духам, которые находятся рядом, и можно с ними якобы заключать какие-то соглашения. То есть язычество – это демонопоклонничество. Но тем не менее даже в преданиях языческих народов сохраняется представление о едином высшем надмирном Боге, и это всегда Бог небесный. Итак, Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое. Конечно, имя Божие всегда свято. И святость Божия – это есть неизреченный свет, всечистейший свет. Вот те люди, которые сподобили созерцание божественного света, конечно, святые люди, это созерцание, оно что всегда приносит? Невероятную чистоту в душе. То есть как будто из тебя вынимают вот всю грязь, выбрасывают. И иногда это бывает, что и даже мы это чувствуем, кто-то во время таинства, кто-то даже в начале прикрещения, что вот свет Божий, он проницает и очищает тебя. Это вот именно соприкосновение с Божьей святыней. И когда мы говорим «досветится имя Твое», мы имеем в виду, чтобы святость Божия, она в нас сияла. То есть чтобы Господь, Его имя всегда свято, а вот мы не всегда бываем. А мы-то призваны, каждый человек, вообще каждый, любой человек, он призван быть такой горящей свечой, а не свечой потухшей. Представьте, если в храме на подсвечнике одни потухшие свечи во время богослужения, это никого не радует. А вот когда свеча горит, она освещает все, что вокруг, и вот этот вот свет – это Божий свет. Поэтому мы молимся, чтобы святость Божия воссияла в нас и во всем мире. «Да приидет Царствие Твое». То есть чтобы не грех над нами царствовал, не страсти порочные, а как определяется, что царство, а то, что у тебя в мыслях, что у тебя в чувствах. Если ты не можешь избавиться от какой-то злой мысли, от ненависти к кому-то, от плотских блудных пожеланий, это значит, что над тобой царствуют страсти. И поэтому мы молимся, чтобы пришло царство Божие, прежде всего, чтобы оно воссияло в наших сердцах, чтобы что-то вот Божье воцарилось в нас, а не греховное. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот на небе это всегда, конечно же, воля Божия. И да, там, конечно, много и ангелов, и святых спасенных людей. Но в каком-то смысле вот воля одна, то есть спасенных много, а воля одна. Это именно воля Божия, которую восприняли спасенные и воспринимают святые ангелы. И на самом деле воля Божия, она и приносит подлинный простор душе человека и подлинную свободу. Почему? Потому что именно своеволие и грехолюбивая воля – это причина всех бед и страданий. Если на трансформаторе, на трансформаторе в будке написано, там нарисовано, что «не лезь убьет», это значит, что если ты проявишь вот свои воли, то действительно тебя убьет. Поэтому и воля Божия, она как раз для того, чтобы мы не повредили сами себе. И поэтому мы молимся «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И тогда, если исполняя волю Божия, то небо, оно снисходит на землю. И земной мир, он приобретает черты чего-то небесного. Это вот на примере святых видно. Конечно же, мы очень и очень далеки. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. То есть не просим мы каких-то там особых язв, изобилия, преизбытка, а просим именно насущного, то, что необходимо для существования ежедневного. И этого достаточно. Вот тот человек, который принимает с благодарностью от Бога все, что есть на каждый день, это счастливый человек. И этому нас учит как раз молитва Господня. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». То есть если кто-то в чем-то нас обидел, он становится в каком-то смысле нашим должником. Или он обещал помочь – не помог. Или он взял, говорил, что вернет – не вернул. Когда мы это прощаем от сердца, то Господь и нам наши долги простит. А наши долги – это что? Вот каждый человек призван какое-то добро делать. Даны способности, таланты, совесть нас тоже призывает к добру. Но мы это не исполняем и становимся должниками перед Богом. И вот если хотя бы мы прощаем наших ближних, то Господь тоже простит. И такая вот мысль, она закладывается в основную молитву, молитву Господню. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Не веди нас в искушение, то есть не попусти. Не попусти нам впасть в искушение. Ну, конечно, искушение случается постоянно. Тут имеются в виду такие искушения, в результате которых мы можем утратить Бога. Искушения, они, конечно, мы их не сможем избежать, поэтому и Господь какие-то попускает искушения для нашего усовершенствования. Но мы просим, не веди нас в такие искушения, в которых мы неизбежно падем, не сможем устоять и в итоге утратим самого Бога. И завершается молитва словами «но избавь нас от лукавого», чтобы наше сердце, наш ум были вне вражьих прилогов. «От дьявола всякое искушение, а дьявол есть существо лукавое, изворотливое, как змей, который искушал Адаму и Еву». То есть вот такое правило молитвенное, оно, конечно, короткое, но в отчина же заложено много богословских глубоких мыслей. И после этого Спаситель объясняет, что Бог, Он всегда исполнит твою молитву, если ты действительно с верой от самого сердца молишься. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Приводится такая вот житейская ситуация. Полночь – это время, когда уже давно закончены все дела, и вот у тебя возникает острая ситуация и нужда накормить пришедшего к тебе человека, а нечем накормить. И магазины все закрыты. Но есть неподалеку некий друг, к которому можно обратиться, и вот ты приходишь к нему в полночь и просишь три хлеба. Святые отцы трактовали, конечно, еще аллегорически вот эту притчу, то есть полночь как бы как предел уже такой земной человеческой жизни, когда вот многие люди, они жизнь свою прожили как попало, и только уже на закате своих дней, как бы в полночь, обращаются к Богу. И вот эти три хлеба – это как вера в Святую Троицу – Отца Сына и Святаго Духа. Наконец-то вот хотя бы в полночь они обращаются к Богу и просят не спасать им вот эту вот веру в Святую Троицу. Да, ну некоторые объясняли это как просьба у Господа о том, чтобы насытить наш дух, душу и тело благодатью Божией исправить. Так, ну продолжаем буквально вот этот вот текст, о чем Спаситель говорит, что вот приходишь ты к другу, просишь три хлеба, «А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Здесь вот немножко приоткрывается быт простых бедных людей того времени. Вот дом небольшой, и люди, как правило, ложились спать прямо на полу. Поэтому где взрослые, там же рядом находились и дети, и чтобы подняться, открыть дверь, получается, нужно было идти через детей, там и кого-то пихать, толкать, то есть можно наступить, кого-то разбудишь. Вот, поэтому этот человек говорит, что не беспокой, приходи днем, я не могу встать к тебе. Но чем дальше завершается? Вот Спаситель говорит, если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. И Спаситель здесь вот что пытается показать? Что бывают ситуации, когда вроде бы тебе не должны помочь, и тебе не придут на помощь, но ради даже просто вот некой неотступности такой земной, в земном смысле тебе все равно помогут. И, ну вот такой приведу пример, вот у меня дедушка по маминой линии, он тоже, это деревенские такие края, и он был человеком таким необычайно сообразительным, и он все время умел договариваться, хоть там с кем, хоть с продавцами там уговорить, чтобы подешевле продали, да, там. Или, допустим, кто-то собирается, вместе там они отправляются на рыбную ловлю там или еще куда-то, и вот он обязательно пытается как-то тоже прибиться к ним, чтобы это, и бывало так, что вот вроде все там отказывают, всячески не разрешают, так он как, ну как говорят, что если там в дверь не впускают, так он в окно, и в итоге все равно по его неотступности соглашались, понимаете, то есть и брали его с собой там, где там в цене уступали, то есть когда человеку даже в таком земном смысле он неотступен, то ему идут навстречу в земном смысле, когда, а и все несовершенны в этом смысле, и те, кто ему идут навстречу, они тоже очень несовершенны. А ведь Господь, Он абсолютное добро, абсолютное благо, абсолютное милосердие, уж тем более Он услышит нас и пойдет нам навстречу. Но тогда возникает вопрос, а почему Он, Господь, сразу-то тогда не отвечает? А потому что если вот только одну молитву мы произнесли, что вот Господи, там, подай мне хорошую работу, да, и тут же раз тебе, там нет, обычно просят не работу даже, а зарплату, то есть люди не очень любят работать, но при этом хотят, чтобы была хорошая зарплата. Это уже некий самообман. А вот представим, что если такой человек только попросил, вот Господи, дай мне хорошую зарплату, ему тут же раз, там, в четыре раза повысили, то он молиться-то, ему Бог, получается, не нужен. Он обратился к Богу только для того, чтобы вытребовать себе что-то своекорыстное, и душа его, она никак не пригодна для небесного мира. Поэтому Господь часто придерживает исполнения наших просьб, чтобы мы вообще научились молиться, чтобы мы были в постоянном обращении к Богу. И вот ради вот такой неотступности человек уже может что-то действительно получить. И бывают действительно, ну вот, по милости Божией, такие ситуации, когда кажут, ну все уже безысходно, что вот не получается точно. И от всего сердца возовешь к Богу, и Господь тут же помогает. Потому что когда действительно насущная нужда, и от всего сердца, всеми силами души обращаешься к Богу, то Господь помогает. И Спаситель вот как учит об этом. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у него». То есть вот, пожалуйста, мы злые, но мы все-таки самым родным и близким подаем какое-то благо. То есть детей своих кормим. Иногда бывают, конечно, такие злодеи, что они и про детей своих забывают, но Небесный Отец не забывает никого. Даже если мы забываем или остаемся злыми и все равно вот кормим кого-то из своих родных, то Господь, Он тем более, как абсолютное благо, абсолютное милосердие, Он тем более подаст подлинное благо. Вот в Евангелии от Матфея там сказано как «тем более Отец Небесный даст благо просящим у него», а Лука уточняет, что же это за благо. «Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него». Евангелист Лука, он пытается как бы показать, вот к чему Спаситель и возводил людей, что подлинное благо – это не в том, чтобы просить там хлеба, или рыбы, или яйца, вот как здесь сказано, что вот дети у земных родителей просят, а искать прежде всего Духа Святого, как то, что для спасения нашей бессмертной души насущны, что необходимо. Вот главная цель – стяжание Духа Святого. «Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился». Вот тут вот немножко так вот по-простому написано, что Спаситель изгнал беса, который был нем, и когда вот он выходит, то человек немой начинает говорить. Речь здесь о чем? Конечно, не то, что бес сам по себе немой, а это бес немоты. То есть, видимо, у демонов у них тоже некое такое распределение злых обязанностей, кто в чем вредит. Одни там наводят какие-то блудные искушения на людей, другие раздражения вселяют, и вот если такой бес, он приблизится к душе, то тут же какие-то помыслы, возмущения, негодование кипит, чтобы все не спровергнуть в сердце такого человека. А есть бесы, которые повреждают телесное естество человека, и в том числе могут лишить его способности говорить. И такой бес, как бы немой бес, не в том смысле, что он сам немой, а в том, что он человека делает немым. И Спаситель изгоняет такого беса, поэтому человек тут же обретает дар речи. Некоторые же из них, тут сказано, и народ удивился, некоторые же из них, то есть из людей, стоящих среди народа, говорили. Ну, видимо, вот да, мы прочитаем вначале, что они говорили. Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов силу Вильзевула, князя Бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамени с неба. Вот знаете, здесь очень хорошо изображена вообще порода человеческая, такая лукавая, подловатое человеческая порода, что людям все не так. Вот Спаситель говорит, что учения обязательно пытаются придраться к чему-то. То не так сказал, это не так сказал. Вот он исцелил человека, и тут надо тоже придраться. Когда люди раздираются внутри страстями греховными, это вот не только к тем временам, вообще и к нам тоже. Вот если мы раздираемся греховными страстями изнутри, мы всегда будем недовольными, нам всегда все будет не так. И даже самое чистое доброе дело, которое сделает другое, мы постараемся и там найти какой-то подвох, что-то увидеть нехорошее, нечистое, потому что у нас у самих сердце испорченное. И вот эти люди с испорченным сердцем начинали говорить, что он изгоняет бесов силу Вильзевула, князя Бесовского. Вильзевул, там, конечно, разные столкования, иногда даже так трактуется, как повелитель мух. Немножко смешное такое получается название, что он только над мухами повелитель. Ну тут речь о том, конечно, что мухи на всякую нечистоту слетаются, и вот этот князь Бесовский... У бесов у них тоже своя как бы иерархия. Не то, что своя иерархия, они ведь не спали с ангельской иерархией, поэтому на какой иерархии находились, видимо, силы разные у всех демонов, и поэтому одни господствуют над другими, но все пребывают в взаимной вражде, у бесов нет мира. И тут вот хотят спасителей попрекнуть, якобы он силу бесовской сгоняет, а другие тут же, у других свои недовольства, они требуют от него знамени с неба. Вот только что им знамение на земле было дано, что немой человек стал говорить, из него вышел бес и покинул. Так нет, вот хорошо, здесь мы увидели, теперь покажи нам на небесах какое-нибудь знамение. Но он, зная помышления их, сказал им, спаситель видит их мысли, то есть видит их нутро вот этой испорченной, поэтому он не собирается им угождать их вот эти требования. А какой смысл на побегушках быть у чужого лукавства, чужой подлости, совершать какие-то чудеса, чтобы они еще больше озлобились? И спаситель сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вильзевула изгоняю бесов. Тут, конечно, несколько таких мыслей. Непосредственная мысль, она какая? Что вот дьявол, он имеет определенную власть над людьми. И если он сам будет, так сказать, изгонять самого себя, то как он будет цепляться за людей? То есть, если брать каких-нибудь оккультистов, там, конечно же, они не изгоняют беса, а просто на время бес может затаиться, показать, якобы он вышел, или якобы там нет болезни. А это самообман, и, конечно же, колдуны, они не имеют такой вот власти над бесами. Это бесы имеют власть над колдунами. Поэтому сатана не может изгонять сатану, чтобы не потерять власть над людьми. Иначе тогда все это... Но при этом Спаситель как бы закладывает такую мысль, что вот Сын Божий, воплотившись, пришел, и он начинает уже изгонять бесов, но не сатана сатану изгоняет, а сам Сын Божий изгоняет. Поэтому царство сатаны уже начинает действительно отступать в сторону. «А вы говорите, что я силой Вельзевулы изгоняю бесов. И если я силой Вельзевулы изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями». Под сыновьями имеются в виду апостолы святые, как тоже сыновья иудейского народа. Ведь Спаситель, мы читали в Евангелии от Луки, он и 12 учеников посылал, дал им силу изгонять, лечить недуги и изгонять бесов. И потом посылал 70 апостолов. И те, вернувшись, с радостью говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». То есть получается так, что это уже было известно, что апостолы изгоняют именем Иисуса Христа. И поэтому Спаситель вот этим гордым иудеям говорит, что вы утверждаете, что я как бы для вас в стороне, а тогда сыновья ваши и, видимо, действительно дети, не только апостолы, а и дети вот этих гордых иудеев становились учениками Христовыми, принимали его и таким образом тоже обретали некую власть над бесами. То есть уже начинает делиться общество на иудеев, которые не приняли Христа, и христиане, которые принимают Спасителя. Да, то есть сыновья ваши чьей силой изгоняют, посему они будут вам судьями. То есть они будут судьями, потому что они обретают подлинную духовную власть. У судей есть власть, а подсудимые не имеют власти. Апостолы и вообще ученики Христовы обретают духовную власть. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Перстом Божиим, то есть действием, прикосновением Божиим. Это значит, что Спаситель, когда он прикасался к какому-то больному человеку, то это было не просто человеческое прикосновение, ведь Христос – это воплотившийся Бог, и во едином лице соединены Божество и человечество, неразрывно, нераздельно. Вот как святитель Афанасий писал об этом, что Спаситель как человек простирает руку к больному, а как Бог прекращает болезнь в том страждущем. То есть он прикасается как человек, и тут же он же как Бог действует. И значит, что действительно перстом Божиим изгоняет бесов, и значит, действительно достигло Царствие Божие, потому что Сатана теряет свою власть над христианами, значит, царство дьявольское, оно рушится, и теперь Царство Божие во Христе подается людям. Спаситель продолжает. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, до которого надеялся, и разделит похищенное у него». Вот этот вот первый сильный указан, сильный с оружием охраняет свой дом. Это имеется в виду, ну, разные толкования, конечно, но мы приведем такое, что это все-таки дьявол, который считал человечество как свое достояние. Вот преподобный Макарий Великий, он так говорил, что когда Адам пребывал в раю, в райском царстве, и хранил единение с Богом, то Адама и Еву не могли огонь повреждать, они не могли потерпеть вреда от какого-либо животного или от ядовитой змеи, они не могли утонуть в воде, они не могли разбиться, если бы шагнули в обрыв, то есть они не были подвержены никаким превратностям нашего мира, потому что все было подчинено Адаму как хозяину и царю этого мира. То есть Господь поставил первозданного человека царем над видимым миром. А вот когда Адам послушался дьявола и как бы доверился дьяволу, то он, Адам, утрачивает свое царское достоинство, и князем мира сего становится дьявол. Поэтому зачастую вот дьявол наводил какие-то бедствия, вот эти вот бесноватые, одержимые, потом на Иова и так далее, все это вы знаете. И вот тут приходит сам Господь, воплотившийся на землю, и царство дьявола начинает рушиться, и появляется царство Божие. И вот сильный с оружием, то есть дьявол, он пытается охранить свое достояние, то есть людей с оружием своим бесовским, но приходит сильнейший его, сильнейший его это сам Христос, который нападает на него и побеждает. И тогда он возьмет все оружие его, на которое тот надеялся, и разделит похищенную него. То есть он забирает людей, которые были во власти у дьявола. И после этого Спаситель произносит, в общем, такие строгие слова, «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». То есть если ты не пришел ко Христу, если ты не захотел быть со Христом, как бы отверг его, то ты не можешь остаться, ну вот просто порядочный человек, делаешь там свое добро, как бы человеческое, земное, а Христос тебе не нужен. И получается, вот именно из таких людей, к сожалению, выходили и богоборцы в советскую эпоху, которые смеялись, когда рушили храмы, когда сжигали иконы, и невольно эти люди тоже оказывались против Христа. То есть кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мной, а что значит собирать? А это значит именно и других людей тоже привлекать к Церкви Христовой, к Царству Божию. То есть не рушить, не разделять, не разрушать, и словом не разделять людей, и делами, и никакой подлостью человеческой, а вот именно стараться собирать, потому что люди очень быстро утрачивают единение, единомыслие, очень быстро расходятся, ну и разводятся даже в земном смысле. А Спаситель говорит, что кто не собирает со мной, тот расточает. То есть быть вместе со Христом и только вот от Христа и получать подлинную духовную силу. А дальше Спаситель произносит такое наставление. Оно с чем связано? Что вот он изгнал беса из немого, потом он говорит про то, что теперь дьявол утрачивает власть, потому что пришел сильнейший, который поражает того сильного и забирает у него все его похищенное, то есть забирает удел. И дальше Спаситель говорит так, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. Немножко вот остановимся. То есть нечистый дух, он выходит из человека, и он ходит по безводным местам. Безводные места – это безжизненные места. Там, где нет никакой жизни, а ведь бесы, а это и есть тоже существа, утратившие вечную жизнь. Такие вот как бы мертвенные духи, лишенные Духа Божия, Святой Дух есть Дух Жизни, а они вот несут с собой дух смерти, и они никогда не имеют покоя. А поскольку у них нет покоя, их внутри все время что-то терзает, это бывает, что тоже вот у человека, когда ему плохо изнутри, то он начинает невольно задевать других людей. То есть это такое как бы отражение бесовского нрава. Вот ему внутри плохо, беспокойно, и поэтому он придирается к остальным, начинает как-то кусать, там дергать их, доставлять им беспокойство. Вот если так человек поступает, это значит, что он копирует, имитирует беса на самом деле. И вот поэтому бесы, они, не найдя покоя, ищут опять вернуться в дом, откуда вышли, откуда были изгнаны. Речь идет о чем? О том, что вот христианин, когда вот крестился человек, от него все бесы отходят, отступают. И при крещении священник произносит, из жени из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его. Духа прелести, Духа гордости, Духа идолослужения и так далее. Люди искушаются бесами. Бесы приносят страсти. И некрещенный человек, он во власти в каком-то смысле, ну отчасти так, и писали святые цены, что некрещенные люди, они одержимы падшими духами, но не в смысле телесного беснования, а то, что душа во власти темных сил. А когда он крестится, то темные силы изгоняются, дается благодать Божия, особенно в миру помазания, и поэтому дается возможность жить по-христиански. Но если такой христианин, вот получив свободу, успокоился и перестал дальше возделывать вот свою жизнь по заповедям христианским, то да, вот его душа, она чистая, она освобожденная от бесовского влияния, но он успокоился, перестал хранить трезвение внутреннее, и бесы легко подступают к нему и опять завладевают им из-за его нерадения. И сказано, придя, находит его, то есть вот этот дом, выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там, и бывают для человека того последнее хуже первого. Получается, что для крещенного христианина впасть в прежние грехи – это еще хуже, нежели когда он просто жил в этом греховном состоянии и не знал еще благодати Божией. То есть получить дар Святого Духа и впасть в какие-то страшные, скверные грехи – это вот хуже, чем не получая дар благодати, жить в этих грехах. Вот такие, в общем-то, страшные вещи, потому что все мы грешим и невольно подпадаем под тоже вот искушение. Ну, знаете, бывает просто вот искушение бесовские, бывает, конечно, человек вот немножко помрачается, а бывают какие-то очень страшные падения, когда человек действительно становится как будто одержим, да, одержим, допустим, духом, бесом блуда, бесом семейной измены или бесом ненависти. И вот нужно этого стерегаться, иначе не просто в тебя войдет один бес, он еще семь других возьмет и будет в восемь раз хуже, чем было. После этого мы видим уже иную реакцию, то есть одни люди Спасителя ругали, превозносились над ним, требовали знамени, а другие иначе относились. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». Настолько Спаситель произносил мудрые, глубокие речи, что одна из женщин, она вот настолько увлеченно слушала, что она сказала, «Блаженно вот та, которая родила тебя», что «Слава Богу, что ты появился в этот мир, и блаженно та, через которую ты пришел в наш мир». А ведь это же Божия Матерь. «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». То есть это прославление Пресвятой Богородицы на самом деле. Спаситель как реагирует? А он сказал, «Блаженно слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». И на самом деле и это тоже к Пресвятой Богородице относится, потому что она слышала Слово Божие, она соблюдала Его. Поэтому она исподобилась от Господа такой милости родить Спасителя и вскормить Его своим материнским молоком. Когда же народ стал сходиться во множестве, то есть собирается еще больше людей с разными умонастроениями, он начал говорить, «Род сей лукав, он ищет знамени и знамени не дастся Ему, кроме знамени ионы пророка». То есть люди, как лукавые, они ищут развлечения. Вот увидеть какого-нибудь иллюзиониста, который демонстрирует чего-то такое необычное, что твои чувства щекочут, то есть что ты понаблюдаешь, понаслаждаешься этим, а Спаситель ищет в человеке глубокого, серьезного отношения. И поэтому не дастся никакие такие вот развлекательные знамени, сказано, кроме знамени ионы пророка. Ибо как иона был знаменем для неневитин, так будет и сын человеческий для рода сего. А что это за знамени ионы пророка? Это знамени о трехдневной смерти и воскресении Христа. Вот как иона в очреве китовом находился три дня и три ночи, да, и потом был извержен наружу и остался жив. Вот так Спаситель будет три дня в очреве земли и потом выйдет воскресшим, чтобы даровать новую жизнь. Вот это и знамени ионы пророка. После этого Спаситель говорит, что этот народ, то есть иудейский народ, за то, что они не видели подлинных знамений, а искали только знамени развлекательных, таких вот театрально-демонстративных знамений, за все это народ ожидает суд. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. То есть вот царица Савская, которая приходила послушать и с глубоким уважением относилась к мудрости Соломоновой, и как бы она выражает южные народы, и здесь предсказывает, что иудейский народ будет в изгнании, и что нигде толком принимать его не будет, то есть как бы отвержение, да, вот такое. А из-за чего? Из-за того, что сами иудеи отвергли Христа и утратив благословение Божие, а благословение, оно же и благоволение Божие, люди подвергают себя всевозможным земным превратностям. «Ни невите не восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионины». И вот здесь больше Ионы. Конечно, уже были два плена, плен израильский, плен иудейский, когда выводили как раз одних в Ассирию, других в Вавилон, и уже тогда был некий суд за нечестие народа, но Спаситель предсказывает, что будет еще. И впоследствии все это исполнилось. И народ скитался, жил в этих колониях по разным государствам. То есть суд за то, что народ отверг Христа. «Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». Спаситель избирает апостолов, чтобы они были светильниками, и эти светильники не для того, чтобы они просто побыли рядом со Христом некоторое время, а потом он распянут, даже воскрес, вознесся на небо, и все, вернутся они к своим прежним делам, ловить рыбу и продавать эту рыбу. Нет. Они станут вот этими светильниками на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, а это не их свет. Когда свечу зажигают, ее уже зажигают от какого-то другого уже огонька. И огонек – это не собственная принадлежность этой свечи, а это воспринятый свет. И апостолы становятся светочами Христовыми, воспринимая Евангелие, вот это не их личное учение, а Евангелие Христово и свет благодати Христовой. Но они ведь это восприняли всем сердцем своим, усвоили, и Спаситель вот дальше чуть-чуть, он так вот приоткрывает как бы такую вот тайну, тайну, это христианское именно, учение о Божине, тайна христианского о Божине. «Светильник тела есть око». Что это значит? Что вот если закрыть глаза, то будет темно, мы ничего не увидим. Вот закройте глаза, один мрак, а теперь откройте глаза, и вы уже видите. То есть получается, что око, оно является как бы светильником. Но Спаситель пытается использовать вот этот образ нашего ока для трактовки духовных истин. Вот глаза для чего? Для того, чтобы мы видели свет. Но вся суть человека в том, чтобы человек своей душой обращался к духовному свету и созерцал свет небесный. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. То есть если ты будешь смотреть только на чистое и умом своим обращать внимание только на целомудренное, на доброе, на благое, то в твоем телесном составе, в твоей телесной храме и будет царствовать что-то чистое, светлое, целомудренное. А когда человек смотрит, ну допустим, на какие-то блудные картинки, то вся вот эта вот скверна входит внутрь, как некая тьма, мрак, и помрачается даже само телесное естество этого человека. Он говорит, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. То есть вот как ты смотришь, на что ты обращаешь внимание, а мы смотрим туда, на что мы обращаем внимание нашим умом. Вот если человек умом не думает про какие-то вот эти как раз вот картинки, как мы сказали, то он и не будет смотреть на них своими глазами. А если ты вот смотришь, то все это вторгается внутрь и начинает изменять тебя. Так что твое телесное естество, оно совершенно становится страшным, безобразным. Но бывает как раз и обратная картина, когда человек жил скверно, жил худо, но приходит он в церковь, начинает каяться, исповедоваться. И вот проходит некоторое время, и ты вдруг видишь перед собой иного человека, что у него уже взор посветлел. То есть он такой вот обновленный уже стоит перед тобой, потому что он очистил свой внутренний мир, очистил свое сердце, и глаза его стали чистыми. То есть глаза – это зеркало души. Поэтому сказано, что светильник тела есть око. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? То есть получается так, что то, что ты воспринимаешь себе как свет, может оказаться на самом деле тьмой. Бывают люди, которые живут только действительно смысл жизни в том, чтобы соблудить с кем-то или поразвлекать себя лицезрением каких-то скверных фильмов, и он думает, что это для него окошко света посреди вот мрачной жизни, такой унылой жизни. А на самом деле то, что он воспринимает как светлое окошко, это уже тьма, и вот эта тьма вторгается внутрь. И дальше вот Спаситель как раз вот приоткрывает главную тайну. Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, а через что это? Через хранение чистого ока и через хранение чистого ума. И через хранение чистого ума. Вот сказано, что светильник тела ока, око твое да будет чисто, и тогда тело будет светло. Итак, если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. И вот встречаются такие люди, которые как бы сияют изнутри. Когда ты общаешься с ними, я вспоминаю отца Кирилла Павлова, к которому мы приходили на исповеди, это было вот что-то удивительное. Просто рядом с ним как будто в раю и даже вот любое его простое слово, оно как вот благодатью наполнено было, потому что внутри него была вот эта вот чистота. Собственно, рай. Рай внутри него был, поэтому этот рай передавался через его слова, через простые вот самые какие-то действия, через общение самое простое. Вот так вот светильник освещает изнутри сиянием этой благодать Божия, которая просвещает такого человека, не только преподобного Серафима Саровского, но и любого, кто старается хранить чистоту ума и чистоту сердца. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Вот тут такая тоже интересная картина, что оказывается фарисею понравилось, о чем говорит Спаситель. Потому что, понимаете, Спаситель говорит то, что не может не понравиться в конечном итоге. Хоть над ним там и издевались, да, и говорили, что он там силой вели зевула или там вот дай нам знамени и пытались перетолковывать, все равно. И я вот некоторое время жил в Израиле, я знаю, что там даже иудеи, иудеи, некоторые, они тайком читают Евангелие и поражаются, вот это их вдохновляет, потому что их Тора, ну, Ветхозаветное Писание, да, там есть строгие правила такие, вот, что как соблюдают, там есть поучительная история, но вот той духовно-нравственной высоты, которая дает Евангелие, там нет. И если представить Библию без Евангелия, то это будет очень и очень печально. То есть, как бы нет самого главного, вот этого вот венца всего. Ну, как царь без венца, это уже не царь, и Евангелие, это вот как царский венец. И вот эти вот иудеи, наши современники, они читают Евангелие, они преклоняются перед образом Иисуса Христа, хотя еще до конца, может быть, они не все принимают Христа, но само Евангелие их просвещает. И в то время, когда Спаситель говорил, тоже и фарисеи склонялись, души их располагались, и вот просит один из фарисеев, он пришел и возлег. Но при этом Спаситель, вот в данном случае, когда он посещает этого фарисея, Спаситель как бы провоцирует некую эту ситуацию для, не то чтобы дискуссии, но для некого такого столкновения. фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Тут надо на что обратить внимание. Конечно, для чистого все чисто, и Спаситель, конечно, никакой заразы там не могло быть, потому что он преисполнил благодати Божией, но речь вообще не о мытье рук для как бы дезинфекции. речь идет о ритуальном омовении. И вот у иудеев, у них вот эти омовения, они были достаточно распространены, но именно как ритуальные омовения. То есть считалось так, что вот если он сходил на рынок или куда-то еще соприкасался с другими людьми, то как бы он вдруг не прикоснулся кого-то оскверненного, какого-то человека, который не исполнил заповедь, или вот ты шел через толпу, а вдруг там язычник был. А ты прикоснулся к язычнику, значит ты осквернился. А чтобы не оскверниться, вот нужно омыться ритуальной водой. И вот эта вода у них иногда бывала в каких-то чанах, и вот в ней омываются, омываются, и она непроточная там, и тоже насколько она там чистая, это огромный вопрос. Но считалось, что это просто для ритуального такого омовения, и спаситель не умывает рук именно вот в этом ритуальном тазу, или, ну не тазу, там вместилище какое было. И фарисей этому удивился, но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство. То есть, бывает так, что человек, он выполнит этот ритуал, он омоется там, произнесет даже внешне как бы молитву, а ум и сердце его совершенно в другой области. Он, например, думает о том, как получше перестроить свой дом, или какую-то еще материальную выгоду получить, или тоже у него могут крутиться какие-то скверные блудные мысли внутри. Получается так, что внешне выполнен ритуал очищения, а внутри мерзость греховных страстей, неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешне, сотворил и внутренне. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. То есть, лучше даже не соблюдать все эти тонкие какие-то ритуалы, обрядовые особенности, а иметь милосердное сердце. Милостивое сердце, оно как раз очищается, потому что милосердие смягчает сердце, и когда ты оказываешь какое-то да что угодно, даже просто иногда накормить бедного человека, понятно, что мы не можем полностью обеспечить его жизнь, но бывает, если накормить его даже просто, то и твое сердце вдруг открывается, и как будто какая-то свобода и радость сияет внутри, потому что милостыня приносит чистоту. Но горе вам, фарисеев, что даете десятину, то есть вроде как бы милосердие, они жертвовали на храм Соломонов от своей какой-то прибыли, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, а не родите о суде и любви Божией, сие надлежало делать и того не оставлять. Речь идет о чем? О том, что по закону, вот десятина, ее полагалось десятую часть дохода на храм жертвовать, то есть формально они это выполняли, но сердце оставалось жестоким к ближним и формально вроде бы они выполнили все. Понимаете, вот человек может быть формально прав, ну допустим, вот едут автомобилисты, да, и где-нибудь на перекрестке и допустим один, вот он по неопытности или невниманию, он нарушил правила, а второй вроде бы он более правильный, он не нарушает здесь, но он того так обругает скверными словами, что при всей своей формальной правильности соблюденных знаков дорожного движения, он оказывается по существу неправ, то есть его душа, она настолько погрязла в неправде, что тот, нарушивший правила, оказывается более чистым и более праведным перед Богом, понимаете, то есть можно быть формально правильным, но при этом по существу глубоко-глубоко неправильным и далеким от всякой правды. И вот не родите о суде, то есть о рассудительности и любви Божией, конечно, надо соблюдать правила и дорожного движения, и обрядовые законы, сие надлежало делать и того не оставлять, вот, но ни в коем случае не пренебрегать, вот именно дела любви и отношения милосердные. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. То есть фарисеи, это была, в общем-то, элитарная такая социальная прослойка, как блюстители закона, учители благочестием, строгие блюстители обрядов, и люди спрашивали, как что правильно соблюдать, они знали, как трактовать те или иные предписания закона, поэтому им выделялись первые места, их приветствовали в народных собраниях, да, то есть как таких вот основных идеологов иудейского народа, и они невольно впадали в самомнение, что вот мы впереди, мы избранники, мы элита, и вот любили председания, приветствия, горе вам книжники, фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того, вот бывает как, когда иногда очень богатых людей хоронят, то дорогие гробы, да, там и всякие ленты там, вот, и такая ткань бархатная, дорогая, и все это мило выглядит, а что внутри, а внутри мы прекрасно понимаем, и так же бывает человек, который внешне он может показать себя очень значимым, таким, ну, даже вот и может быть благочестивым, а внутри, внутри что у него, это зависит от того, что именно в уме и в сердце, поэтому храни сердце, храни мысль, вот о чем спаситель и говорил, да, чтобы вот свет был, а не тьма, и чтобы внутри как светильник освещал тебя сиянием, благодать Божия, на это некто из законников сказал ему, сказал ему, учитель, говоря, это ты и нас обижаешь, потому что с фарисеями они очень были близки, те и другие старались изучать Ветхий Завет, но фарисеи больше они, как сказать, и по образу жизни, и вот такого внешнего благочестия они впереди были, а законники они больше чисто научно-юридическое такое направление, и поскольку здесь спаситель говорит, что недостаточно просто десятину давать, то есть это нужно, но вы не пренебрегаете любовь к Богу и ближним, то законники тоже возмущены, и говорят, учитель, ты и нас обижаешь, но он сказал и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них, то есть они, будучи знатоками закона, они знали, где как можно себе вот что-то полегче рассчитать, какой-то путь, да, а на людей накладывали по полной программе, горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши, сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаете с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы, и получалось так, что вот эти законники времен Христа, они как бы преемники, преемники гонителей, те гнали пророков божьих, а пророки о ком предмечали, о Христе, и вот пришел сам Христос, и теперь кто его гонит? Вот эти же законники, они гонители Христа, это преемники, идейные преемники гонителей пророков, и вот они, хотя вроде бы строили, они же строили гробницы пророкам, и вообще в Святой Земле, в Израиле, там очень много действительно таких пещерных гробниц, посвященных тем или иным ветхозаветным пророкам, все это законники очень старались так обустроить аккуратно, но Христа они отвергли, отвергли того, кого и предвещали пророки. Потому и премудрость Божия сказала, то есть в Священном Писании, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них от них убьют, а других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитые от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Я и говорю вам, взыщется от рода сего. То есть, видимо, существует и такая как бы общая народная ответственность. Хоть мы все время говорим, что покаяние и как и грех это вот индивидуальная ответственность, но видимо, когда грехов слишком много, а кающихся мало, то народ невольно навлекает на себя гнев Божий и тогда начинает взыскиваться с этого народа. Поэтому, когда Авраам просил за Содом, Гамору, за другие вот эти пять городов, там не нашлось достаточного количества праведников, чтобы умолить Бога о снисхождении. Ну и города-то достойны были, как вы понимаете, наказания. Вот народ иудейский, ну и вообще народы, которые гонят, потому что Авель, это ведь когда, там еще иудейского народа, конечно, и в помине не было. Речь идет о гонителях, в принципе, и если какой-то народ становится народом гонителей, то кровь невинно убиенных, она взыщется с этого народа. Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. И это что вот за ключ разумения? Это образование. Образование и вообще толкование Священного Писания. Для того, чтобы понимать тексты Священного Писания, нужно быть просвещенным человеком, нужно образование. Но образование это вот инструмент. И получается так, что некоторые люди, получив образование, они и сами не входят в Царство Божие. И других людей не учат тому, чему надо. То есть законники, они взяли вот эти ключи разумения и своими трактовками, ну сугубо в обрядовом только ключе, не учили народ и поэтому никто не заметил самого Христа. Когда Он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое, подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его. Вот так вот Лука уже описывает, что эти фарисеи, книжники, они же законники, стали, возникает такая конфликтная как бы ситуация, они пытаются тут же задавать вопросы с разных сторон, таратурят и пытаются как-то уловить Спасителя, чтобы придраться к Нему. Но, конечно же, для божественной мудрости это все не могло составить какого-то затруднения, поэтому что-то зафиксировано в Евангелии, а что-то оставлено в стороне как второстепенное. На этом 11 глава завершилась, мы видим, что люди не всегда могли принять и прислушаться к учению Христа, и, видимо, причина это основная, это внутренняя гордыня, да, и мнение о себе, что ты вот знаток уже, ты уже все прекрасно понимаешь, и поэтому неспособность прислушаться к тому, что, собственно, и возвещает вот сам Господь, услышать Господа может только смиренная душа. Вот да, Господь нам всем иметь смирение и хранить чистоту, которую Спаситель нас все время призывает. В следующий раз мы будем рассматривать 12 главу. Храни вас Боже, дорогие братья и сестры! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова